Мороз не стал преградой. Сотни курян пришли к Курян пришли на театральную площадь, чтобы доказать, им не безразлично будущее страны. Россия великая, она моя гордость. Я хочу видеть ее сильной, экономику стабильной, налоги комфортными, а людей счастливыми. Важно, чтобы каждый человек в своей стране мог реализовать себя и свою мечту. 2012 год не только для курян, но и для всей страны особый в отношении к истории. 1150 лет российской государственности. 980 день рождения Курска. А 8 февраля мы отметим 69-ю годовщину освобождения родного города от немецких захватчиков. Сейчас период такой в истории нашего государства, когда мы должны вспомнить, что все мы, россияне, в самом высоком смысле этого слова, мы должны вспомнить о том, какая огромная, богатейшая история стоит о нами. Мы должны вспомнить с благодарным сердцем о том, сколько людей создавало наше государство. Участие в митинге приняли люди всех возрастов. И вопреки разговорам об ополитичности сегодняшней молодежи, по-настоящему активных, имеющих свою точку зрения, молодых людей на театральной площади собралось немало. Я сегодня пришел для того, чтобы с последующим поколением было чем гордиться нашей страной, жить было спокойней, стабильность, в общем, была во всем. Куряне помнят и чтят своих героев, тех, кто отстоял нашу родину в годы Великой Отечественной войны. Обеспечение ветеранов комфортным жильем. В этом направлении Курская область успешно работает наряду с Москвой и Санкт-Петербургом. Обладателями новых квартир у нас являются более 60% ветеранов, ставших на учет. Самое главное, мы последние 12 лет получаем пенсию. И она, скажем, годом понемножку растет. То есть улучшается жизненный уровень пенсионера. Я как военный пенсионер о себе сразу почувствовал повышение пенсии. Несмотря ни на что увеличится пенсия, и посмотрите, и гражданским, и всем остальным категориям граждан, и пенсионерам. В принципе, это достойно. К своей одежде собравшиеся прикрепили ленточку патриота. Еще один знак уважения к стране. Стране, в истории которой немало героических страниц. Антон Ящиков, Алексей Еременко, телеканал 7.